добрый день дорогие друзья саша окея стаганка мы сегодня снова около новодевичьего идет дождь не обращайте внимание если мы будем потихоньку прятаться под зонтом сегодня мы решили возродить рубрику опыт эксплуатации и поговорить про iphone 7 плюс саша пользуется с момента когда он появился продажи я не пользуюсь у меня у него не до с момента когда появился продажа и ну есть о чем поговорить я так понимаю да я еще взял розовый обычная семерка здесь как раз расскажу про тот случай когда телефон сняли из-за плохого опыта эксплуатации с гарантии почему ну давай расскажем да расскажем уже расскажем про опыт эксплуатации вот джидлайка в сторонку в общем пришел к нам в магазин клиент и говорит хочу сдать телефон по гарантии я там допустим мы отправляем официальный сервис центр компании apple спрашивают на что жалуетесь в рту как и все жалуюсь что батарейка плохо держит такой лайфхак у меня вот когда было 6 с плюс мне захотелось его продать я решил пойти официальный сервис центр apple сказать что у меня там уже такой был дефект в этих шестерках что там батарейка если ход на улице холодно на быстро разряжается до быстро держать телефон на 20 на 30 процентов просто выключался я пришел говорю у меня на 30 процентов телефон выключается это был мак-центр мой любимый сервис центр я тогда сдал аппарат они сказали две недели и будет новый супер и многие вот этим до сих пор пользуются сдать шестерками на ну не шестеркам семерки даже и говорят что вот когда-то там apple признала что 6 с были дефектные батареи на плюсах и они как они будут на грамм меня сейчас они стали меня батарею вот на раньше не меняли полностью аппарат вот и приходит у меня плохо держит ну давай попробуем они у того взяли и вот зацепились вот за этот маленький скол по сути дела там в сервисном центре начали диагностировать телефон и зацепились вот они так подберут телефон начинают улуп разглядывать вот такой и вот здесь вот такой вот маленький маленький скол да то есть задето стекло если он не падал нет вот удара бокового здесь просто человеку случайно цепил об столе будет там поверхность обугол и образовался такой отмали маленького трещинка под стеклом то есть над сама стекло повредилась внутри пошел пошел пошла трещина пошло вздутие стекла вот она и вот по поломалась рамка все это уже не гарантийный не гарантийный аппарат да не гарантийный аппарат отказали в гарантии скорее сняли его с обслуживания вот так то есть да казалось бы человек ходил без стекла мы с тобой будем без защитные и подвергаемся постоянно риску риску до риску снятия аппарата с гарантии и вот казалось бы да человек понял что вот я проходил три месяца без стекла без защиты у него здесь повсюду коцки да вот коцки есть вмятины вот они две но они не сильны бывает так чтобы аппарат падает и там сильная вмятина и даже в этом случае поможет еще пропустить хотя есть хорошим обращаться енда у меня была до 6 с шестерка с которой тоже хотел махинации провернуть и официальный сервис центр пожаловаться и мне человек в центре там слупы а вот я ее жаловаться там на камеру мне косо скажи не снова здесь удар то есть был удар если заявляешь камеру то все сразу аппарат снимать гарантии то есть этот модуль ремонтировать нельзя потому что следствие удара и четко все это пис так и здесь ты пошел жаловался на батарейку а зацепились за экраны отказ полностью сняли с программы гарантии то есть сказали плохой опыт эксплуатации можем тебе поставить стекло новое именно платишь официально 27000 рублей вот так вот это основная гарантия оказалось за 33000 уже можно купить новый аппарат так сейчас можно поставить стекло просто стекло за сколько там 12 месяц это все никаких там это до компания пола теперь официально в россии начало принимать через авторизирует сервис-центр и чему до мак-центра ремонт себе она снимает полностью этот модуль не стекло модуль дисплей тач-скрин стекло и отдирает вставляет новое если у вас потерялась кнопка она вставляет новую кнопку через процессор калибрует новый отпечаток пальца то есть не официал это сделать не могут а у них есть оборудование которые через через программное обеспечение через процессор полностью изменяет тачи тача дим да вот стоит денег 27000 рублей может больше нет не 27 12 12 13 замен стекла стоит но он на семерках по крайней мере на обычных и не знаю сколько на плюс но и цель на все надо уточнять да и весь на тот момент был 27 тысяч рублей это замена аппаратная была целиком нет не замена аппарата именно стекла хорошо раз там больше 30-33 он он сказал что нет не нужно и уздоров трейдин за 20000 рублей из доплаты покупаю нового потому что дамороги вышел над боком вот и вывод какой-то из этого всего сделать то есть человек вот как мы с тобой не защищая ничем стекло не защищая задний корпус по сути дела на свой страх и риск можем за один день лишиться грани то есть его купил он тебя случайно упал вот теперь потихоньку перейду до своему телефону моему любимому джетбэк который которым я пользуюсь уже больше чем полгода что здесь случилось во первых у меня он постоянно падал не было момент когда он не падал из крупных крупных проявлений кстати вот заметь что это самый надежный iphone среди всех iphone в котором не были те айфоны которые у меня были они если падал там были сколы вмятины бились дисплеи здесь у меня падала дисплеем и корпусом и чего только не было то есть было так что ребенок приходил случайно задевал он падала батарея и кухонный кафе думал что там уже стекло точно разбилось нет я достаю полностью полностью не вредим был так что он падал на ребра чем не нравится джетблэк до отличие от обычного алюминия до который вот матовый обычно алюминий и на нем вот эти все царапины сколы очень сильно видны в отличие посмотри к у меня потёрлась сзади здесь все видишь мне тоже на яблочке покажи вот тут очень сложно он бликует издалека не видно и он как будто новый до воспринимается на самом деле нет я просто нашу чехол только по той причине что мне нравится как он в руках лежит и его можно в чехле легко на столе где-то прислонить вот он упал очень сильно упал причем он упал так что что все то есть сердце разу ёкать ты бежишь орешь на всю квартиру я попал залетел на деньги по факту вот он упал ты залетел сверху на год маленький скол то есть стерлась краска там видно вот этот вот кусок алюминия да то есть уже ты ничем у него знаешь ли что поймешь черный лак купишь для ногтей но это будет отразовать если она мне кажется да но в целом в целом царапины есть царапина причем самое что интересно этого цвета царапины образуются спустя две недели после его эксплуатации очень быстро после этого царапин больше особо ничего не появляется то что настолько портится да что должен потом забиваешь на все вот это вот и чем ты меньше уделяешь там внимание тем меньше царапина на корпусе остается вот здесь у меня полностью внизу стерлась она стала матовая поверхность стела с краской и сверху стерлись углы но в целом если издалека смотреть за полгода практически такое же состояние что и после двух недель его эксплуатации вот вы походите две недели без чехла поносить его в кармане если кармане еще лежат мелкие деньги и ключи будет тоже такое же состояние что спустя полгода год или там определенное количество времени то есть он после прошествия какого-то времени они так сильно убивается как по итогам первых двух недель хочу еще заметить что семерка для меня стала первым айфоном с которым спокойно можно находиться в ванной то есть набрал себе воды лег туда лег с аппаратом и ты не боишься что на него сразу оговорку сделаю что не забудьте вытащить аппарат из розетки потому что был естественно лучше в москве когда девушка легла в ванную с смартфоном с айфоном как раз компании apple и умерла а произошло из того что видно в квартире не грамотные электрики не поставили за у либо там азу не сработало ее полностью убила то есть никогда не ложить до зарядку аппаратов до зарядка и ванную всегда старайтесь чтобы было все выключено после этого можно лежать причем и без аккумулятора я помню даже вот когда это случилось давал комментарий по радио у меня девушка на радио и у меня девушка ведущая задавала вопрос типа почему так вообще происходит и и чуть ли не выяснилось в ходе разговора что она постоянно так делаю я говорю типа ну это же вообще такая типа обычная грамотность как с феном в ванной не надо лежать и так далее но в общем ладно электробитвой да только естественно касается это пресной воды ни в коем случае нельзя брать его с собой соленую воду хотя я вижу кучу фотографий где люди вроде в море в океане там делают какие-то подводные фотки и вроде как все окей все окей но если они делают защитных чехла потому что у нас недавно брал клиента говорит я хочу взять у вас на море чехолочек раз время отпусков лет на москве гнило и говорит я пойду греться беру чехол католист игру в принципе он вам не нужен но лучше перестраховаться вода соленая все вот эти вот вещи и вся соль будет забиваться мелкие места от мелкие мелкие открытые пространства айфона корпуса вот он говорит мне не для этого не нужно мне чтобы для погружения в воде до дайвинга снимается рыб то есть я погружаюсь на глубину 5 метров и снимаю спокойно с помощью защитного чехла начал снимать один раз лучше было когда у нас шестерку покупали и купили где-то на горбушке чехол life proof вот клиент принес слушайте все это я помню рассказывал life proof пропустил внутрь воду из там мы рассказывали про подделки как отличить оригинал от подделки и еще надо тестировать обязательно и скопытился полностью телефон то есть морская вода попала внутрь и если телефон сразу не выключите не положить материнскую раскрутить все положить материнскую плату специальную ванночку ультразвуковую есть там останется соль начинает съедать все абсолютно все что там есть у меня еще с семеркой была такая беда что иногда он начинает медленно заряжаться 7 плюс это лечится перезагрузкой то есть если вы замечаете что у вас батарея вы подключили а у вас там до сих пор осталось например 20 процентов и за полчаса ничего не произошло или там 21 процент перезагрузите аппарат и будет все нормально не знаю глюк это баг но вот я с таким вот периодически встречаюсь и еще если говорить о батарее я с собой взял во-первых любимые кабель лапси кожаный это лапси до лапси длинный а во-вторых очень вам советую купить зарядку 12 ватт для айпада про стоит а 1500 рублей далее самое главное чтобы оригинальную либо же сертифицированных партнеров компании по лапси и мофи и вот это вот вот этот блок питания это я пуски блок питания он продается на официальном сайте стоит полторы тысячи apple недавно выпустила коммунике что он официально подходит для зарядки любых айфонов главное что он плюс заряжает два раза быстрее плюс да он действительно в два раза быстрее заряжает аппарат и короче это вот реально находка я купил таких три штуки помимо того что у меня было из комплекта ipad pro и прям я очень доволен то есть вот для 7 плюс это самый нужный аксессуар потому что батарейка постоянно садится как бы я стараюсь не спасать вот сколько мне хватает батарейки да так как я часто езжу метро считаю что метро сейчас один из самых лучших лучших транспортов в городе потому что там появилась вай-фай да и он полностью не заменяет машину потому что метро можно добраться близко заранее обговоряли предсказать такой конкретный определенный час или даже минуту вот ты садишься вагон коннектируешься к вай-фаю и собственно у тебя батарейка начинает медленно верно садится то есть стараюсь чтобы как либо ты просыпаешься с утра думаю сейчас к немножко в интернете посижу а у тебя там уже три процента процента осталось забываешь его ночью зарядить но вот и как дурак сломя голову идешь 5-ти ваттной зарядки вот этой вот как раз от этого телефона который заряжает у нас только медленно потому что здесь батарейка полученные емкости стоит афон 2750 ватт и ты вот как дурак там смотришь подключила там она медленно и смотришь прошло полчаса там сути нас просто процентов вот надо сразу купить и не экономить купить и 12 ватный облачок и там уже спустя 15 будет не 15 а 30 и выше и больше объема аккумулятора но почему это все веду к тому что ребята действительно батарейки хватает всего утром зарядили на 100 процентов тоже 7 если активного используя постоянно лте и вай-фай вечера у тебя будет уже где-то процент ну 15 до садится быстро то есть у меня вот он в машине постоянно зарядки везде я так понимаю но не то что понимаю вспоминаю сейчас да он постоянно на зарядке находится и конечно время работы хочется верить что в следующем айфоне она когда-то мы смеялись над андроидами помнишь а там час пик чардж 3.0 да там сейчас допустим самсунгом с с 8 можно жить в принципе почти два дня иногда вот здесь вот поэтому самая большая проблема главная боль компании пола обеспечить вот те кто те производители которые сейчас выпустят не нужно ничего так экран там 10 камер там 10 чем-то не нужно сделать так чтобы у вас будет телефон заряжался за три минуты до 100 процентов все это будет победитель рынка вот с компанией получается что не телефон будет заряжаться до 100 процентов хотя бы за 15 минут все его купят все потому что все жалуются именно на аккумуляторы у которого постоянно вечно не хватает дальше стекло я потихонечку перешел самому главному стекло надо ли клеить 3d стекло 2d стекло либо же чем отличается воды стекла 3d стекла 2d стекло она закрывает не просто просто стекло потом я расскажу продавать про 3d 2d стекло у нас закрывает только экран основную область рабочую это экран но не закрывает грани по сути делает бесполезный выброс денег впустую то есть у вас здесь чехол дальше идет промежуток свободный дальше стекло во-первых со временем то падает пыль и стекло начинает отклеиваться вот эти вот боковые грани смотрится уже самая головная боль вот как раз то из-за чего собственно человек лент решился гарантии если у вас на боковой грани есть скол все пиши пропало надо ездить дальше 2d стекло 3d стекло 2d дешевле из-за того что она на клюю получается центральную область у нас просто она без клей без всего а сверху и снизу и по краям такие она полностью кратить корпус прослойки клея идут ты его наклеил вот тут вот так вот прижал у тебя полностью то область она подклеим здесь у нас вот полностью ходит и она полностью прилегает дисплея казалось бы супер но со временем до начнет попадать пыль экран царапаться то есть измер на мелкие метро трещины и появляется пузыри и сдутие конечно лучше ничего не клеить это единственное стекло которое подходит под любой чехол из того что у тебя она на клею чехол одевает там для воздуха для пузырей для ослоения требуется определенные промежуток времени который вот как раз приведет к отклейке но 3d стекло она как и все клеится на статику она не подходит ни к одному из чехов но зато она полностью садится и закрывает тоже всю поверхность но под него это самое лучшее стекло самое защитное сейчас мы как раз торгуем стеклами хайбро они не такие не так сильно завышено по отношению как шпигин или азаки но они пока что тот же самый японский материал то же самое олеофобная поверхность вот и практически если его наклеить и совместить каким-то чехлом который подходит там вот в пинге совместимы с 3d стеклами там инки совместимы с 3d стеклами или там они говорят с нашим не важно покупаете одно стекло которое четко качественное вот его тонкая наклеил и вот не отличишь что у тебя со стеклом что без она смотрится очень круто прям черный цвет настоящие там получается части на катушке тоже черный или белый под белый корпус сидит и вот я как раз пользую то что стекло не люблю люблю полностью рабочий инструмент айфон как он создан в первозданном виде то есть вот он его кук анонсировал да там айфа вложила свой взгляд инженерные мысли и дизайн и вот он в руке сидит я поясню насчет во первых как в литой подожди давай закончу давай ладно давай и я не люблю к там утолщается или сзади что-то какие-то выступы упирать нет не нравится но я за это очень платился я постоянно когда купил экран протирался в леточке ухожу потому что самый основной для айфона нет экран то есть экран то постоянно работаешь постоянно споришь получаешь него кучу информации и вот тут случай я положил это было как раз я в вьетнаме ехал на скутере куда-то там в горы у меня были облегающие шорты там короче после пляжа забился в карманы песок я положил туда видно какая микро микро песчинка которая не просто песок как знаешь маленький камешки на месте когда сплотную прижимаешь видно я сильно надавил и вот здесь он поцарапался то есть казалось бы такая вот мелкая мелочь который ты можешь не заметить да там положил там ключи или чуть-чуть там микро микро это вместе с ключами положились мелочью с десятками с теми же самыми положил вспомнил чтобы там десятки достаешь а у тебя уже все готовые дисплеи там четко виднут этот полоса на вот так вот проведена на лёшу и покажет не покажет но на авито ты теперь будешь с трудом продавать эти то она кстати не влияет никак на гарантию все можно выключу поменять вот и вот этот полоса сильно раздражает нам вывешивает просто смотришь у тебя вот она перед глазами стоит то есть от тора чего хочется этот аппарат быстрее поменять а немного буквально там два слова про про чехол это оригинальный чехол apple я его использую не потому что боюсь за спинку потому что мне в принципе все равно на царапины идея в другом ты приходишь кафе упираешь вот так вот куда-то iphone если без чехла то она будет просто у тебя кататься берешь соответственно в кармане вот плюс к на в кармане после это становится два раза берешь airpods подключаешь и у тебя очень грамотный инструмент для просмотра сериалов фильмов там чего угодно в самолете также откинул столик поставил прям вот эту резину силикон не скользит и соответственно все хорошо замечу про силиконовый чехол он довольно дорого стоит 4 по моему чем 2000 оригинальный но я бы советовал брать их вот этому чехлу уже где-то наверно месяца три или четыре а я его мою мылом то есть я сейчас был в две недели в отпуске мы все были соответственно в каких-то средствах от загара я во-первых уничтожил олеофобное покрытие потому что руки руки жирные я что-то делал с экраном вот и сейчас уже олеофобного покрытия как-то уничтожил то но остатки тут еще какие-то наверное были но когда постоянно попадают на экран всякие средства то есть ты видишь экран как будто становится жирный и соответственно чехол я потом отмыл то есть его буквально с мылом в раковине потом положил куда-то на балкон под солнышко и он снова как новый то есть чехлы очень хорошо сделано бархотка внизу сохранился так далее но олеофобное покрытие к сожалению здесь уже нет вот про олеофобное покрытие она где-то служит у меня нам до сих пор есть но она уже не так уже защищает от отпечатков пальцев как на первых двух-трех неделях эксплуатации конечно из одного там и стирается спустя полгода у кого-то спустя несколько лет те кто клеит за счет и стекла не там она через 2 год быть как новое но мы стирается вот если вы постоянно протираете телефон спиртом 90 процентов или хотя бы водка 40 градусные стирается тоже надо его протирать и мыльным раствором причем не таким настоящим там собачьим жиром а таким детским мылом гипоаллерген либо же вообще не протирать берете обычную салфетку берете воду вот сейчас можно айфон под краном я много в прямо так делал и песка да там после пляжа идешь включаешь умываешь и все вот с открытыми глазами и смотрят что это дурак такой делает а на самом деле прям под краном можешь водичкой спокойно открыть кран помыть и после этого протереть осталось как новый ну круто что еще добавить ну в общем то наверное нечего добавить я очень доволен аппаратом то есть я пробую все новинки которые есть на рынке с 8 и далее там все что появляется считаю что iphone 7 плюс варианте именно jet black 128 256 гигабайт памяти это оптимально меньше брать не надо это лучшее что есть давай еще добавлю до 7 плюс это вообще модель плюс это лучше и смартфону что сделал компания пол вот я сейчас боюсь если восьмерка она будет как бы как понять восьмерка она будет чуть больше этого корпуса чуть-чуть но при этом экран будет больше чем плюсом рабочую область нет круто мать сюда круто но я настолько вот привык к этому размеру настолько вот тяжелый и вот этот телефон не зря я взял розовый цвет он чисто женский женский это чисто для дамской сумочки положить взять и вот так вот не на извини и побрякушка такая как игрушка все идет в сторону уменьшения здесь все такие огромные рамки ну я не знаю мне вот этот размер очень нравится я думаю тебе понравится восьмерка в общем он ребята космоса ждем восьмерку да я тоже жду восьмерку и я думаю что с размером в конце концов мы смиримся на этом хотя бы потяжелее бы его сделали сейчас самое хорошее время чтобы купить 7 плюс потому что цены сейчас просто поражают меня нефть сейчас выросла доллар упал да и сейчас самое время покупать 7 плюс плюс сейчас недавно были новости что цены сильно на на все модели седьмых айфонов просили преддверии анонса восьмого то есть она анонс будет в сентябре при этом сейчас по срокам говорят что восьмой айфон опоздал опоздает с выходом на рынок до ноября до задержится в любом случае на ближайшие два года 7 плюс это отличная машина смело можете покупать